Очерезная запись. Ось стоит с направляющими. Клапаны подготовлены новые. Пластик я снял, не стал, он поведён. Он полукруглый, весь на басовой части. Пытался его прогреть феном, но пластик уже сам сухой. Кроме того, он так снимался, конечно можно было расточить. Короче, поставил металлические, тоже ответь мастера, не поставил, а приготовил. Металлические клапаны, серебрянки покрытые, ну не я, на фабрике естественно. Вот, значит, здесь ещё одна такая проблема. Проблема такая, что у нас не открываются шторки окон. Вот видите, только до половины. Ну и на фабрике так же. И на той так же. Ну, значит, что можно сделать. Ну, там уже будет видно. Сейчас, секунду. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот это там. Вот тоже та же. До половины. Ну, значит, что можно сделать. Ничего не делаем. Ну, практически. Можно тупо зафиксировать шторки в открытом положении. Всё равно, в принципе, люди в основном играют при полностью открытых окнах. Как-то это вариант, когда одно открыто, второе не открыто. Вот. Он используется очень и очень и очень редко. Вот. Так что видео я сделал. Залью. Получу ответ. Если это исправлять, значит, надо будет скрывать. Вот эти вот снимаются. Ощи из них вытаскиваются. Они вот так же, вот так снимаются. Вот как вот этот сломанный. Вот здесь всё откручивается и снимается. Вся планка регистровываем. Вот. Там есть передачные сцепки, которые идут вот от этой ёлочки. Вот. И надо сделать таким образом отрегулировать. Ну, не отрегулировать, а исправить. Может подогнулись они, не знаю. Чтобы... Ну, короче говоря. Вот если мы посмотрим. Вот у меня есть. Вот. Почти ход полсантиметра. И только потом, то есть очень большой, как бы вот такой вот свободный люфт лишний. По идее, вот в это время, когда я двигаю, эта штука должна уже двигаться. Сейчас. А я вон там, вон так делаю. И оно ведь на месте. И только потом прорабатывает. Ну и плюс, а весь не открывает. Тоже пол хода. Вот. И только дальше. Оставные пол хода. Ну, короче говоря. Это можно уже сделать, когда клапаны поставлены. Просто очень сложнее будет следить за тем, насколько штуки открываются хорошо. Ну, окна. До конца или нет. Ну, вот такая вот зарисовка. Вот. А здесь ставится клапан, и потом нужно будет ровнять. Вот здесь вот. Потому что, конечно, какие-то дальше отходят, какие-то чуть ближе. Вот. Надо будет поставить крепление для механики. Скорее всего, более глубокие поставлю шурупы. Вот так. Глубже и зашли. А то здесь очень, очень мелкие. Ну, где-то миллиметра три, наверное. Вот так. Все. Так. Ну, в общем, вот клапаны. Один ряд клапанов, второй ряд. Вклеены, установлены. Метал, как я говорил. Вот, начал я делать сцепки. сцепки. Сцепки и красота кнопок. С кнопками есть проблема, конечно, потому что вот это вот, это все, вот такие вот кнопки. Сточены, я бы сказал. Не знаю, с чем сравнить. Вот, например, вот это вот. Видите, какая они форма. Ну и вообще, вся середина такая. Значит, в принципе, есть чем менять. Но диаметр я еще не смотрел. Сначала, так сказать, вот это вот. Надо все 12 сцепок поставить, отрегулировать по высоте. Ну так, в принципе, все. Может быть, сегодня соединием несколько кусков и залью. Пока вот отдельно работает, потому что сцепки здесь нет. Слушай, здесь вместе, здесь вместе, здесь вместе, здесь вместе. И здесь еще, ну, прицеп. Ну, все. Так, ну, вдогонку, значит, все сцепки поставлены. Значит, вот так это выглядит здесь. Ну, надо ли будет менять, не знаю. И подойдут ли мои, которые у меня там механика лежит. Дело в том, что она не немецкая. Диаметр может быть больше. Растать тут, конечно, ничего не надо. Ну, с другой стороны, это, в общем-то, не смертельно. Это даже не регистр, который не будет применяться. Ну, сделать его надо, потому что он просто открывается, отваливается. Вот. Ну и плюс, с регистровкой я вчера нашел проблему. Пока не решил, как ее, так сказать, исправлять. Проблема вот таким образом. Короче, здесь люфт порядка двух, может быть даже трех миллиметров. Вот. Из-за этого... Ну, здесь небольшой, при нажатом. Вот. А здесь вот такой. А регистр при этом никак не это... Ну, вот, смотрите. То есть смысл в чем? Ну, я уже говорил, что регистр ход порядка, наверное, ну, миллиметра 3,4. То есть вот здесь вот плоская головка, говорит. Ну, не головка, а окончание подгайки. Видимо, разболталась. И она, как бы, не сразу реагирует. Вот. И в итоге не доходит. Не доходит, чтоб это вот открывалось, как бы, полностью. В общем, туда и сюда. Вот. Ну, еще раз говорю, в принципе, играет в основном на среднем, на тутте. Вот. Потому что он дает самый громкий звук влевый. Вот. Что по аккордам, что по басам. Поэтому я даже не знаю, надо ли это трогать. Вот. Регистр чисто, как я и говорил, вклею и... Сделаю две дырчики, поставлю ось. Вот. Туда, куда она загоняет, чтоб она вот так не отвалилась. Это как бы однозначно. Так. Ну, пока все. Дальше надо будет оставшуюся часть механики влево вставить. Вот. Вот. И потом на нее, когда она встанет, у нее тоже там есть такие направляющие, которые толкают. Вот. Вот. Потом надо будет оставшиеся четыре ряда. Ну, все. Вот. Продолжение следует...